бобры продолжают строить хатки салатеев а геометрия лобачевского ну давайте глянем что же там у нас а должен сказать что тут возникает естественно вопрос а что такое прямая что такое точки да что это вообще означает но вот это вещи которые не определяются то есть точки и прямых рекорд это рекорд всем секунд что такое прямая что такое кривая это вещи которые не определяются но то рекорд когда он бредит сразу с первых секунд он бредит прямая . не определяются как как не определяется в каком больном мире мире не определяются вот ученые всего мира определились что такое прямая а что такое точка что такое кривая тоже определились за линия что определено вот все вот термины которыми пользуются ученые они определены . это объект не имеющий габаритов не не имеющие диаметра, не имеющие размеров, имеющие расположение в пространстве. Вот точка-то не просто что-то где-то, точка, может быть, у вас какая-то воображаемая, но как вы только ее обозначили где-то, да, применили, вы указали место, либо в модели пространства, либо в реальном пространстве. Вот вы обозначили точку, вы поставили ее на маковку Кремля, поставили, да, у вас уже есть направление места удаленной точки, у вас есть целеуказание, где эта точка находится, местоположение, где она находится. Это вполне конкретные объекты, люди имеют о них полное представление. Что такое прямая? Это абсолютно известно. Вы тоже давали определение так, ну-ка, чтобы не, чтобы не... не отклоняться, я сейчас даже зайду в демонстрацию, открою файл, прямая. Линейная величина не замкнутая, не ограниченная с двух сторон. То есть вот у нас есть линейная величина, одномерная протяженность, предметное выражение пространственной протяженности в каком-либо из направлений с ориентацией по произвольно заданной геометрической оси. Может быть представлено в форме прямой луча отрезка. Линейная величина является физическим объектом. У нас есть линейная величина. Мы можем взять от нее луч, часть, можем взять отрезок, да, но это все линейная величина. Так вот, линейная величина не замкнутая, не ограниченная с двух сторон, это прямая. И вот если вы не знаете определения чего-то, да, какого-то термина, да, не знаете прямой определения, то вы, собственно, можете обратиться в справочную литературу, в энциклопедию на худой конец и получить представление, что такое прямая. Это вот человек, выдающий себя за математика, за ученого, говорит, что не является, нет определения, неопределяемые объекты. То есть это вот просто жулик бредит в первых словах своей лекции. И его приглашают по школам, чтобы он вот эту вот безграмотность свою разносил везде. Ну, давайте послушаем дальше. Очки прямые – это то, что может быть наполнено абсолютно любым смыслом. Важно, как именно мы постулируем отношениями. Вот только что человек нарушил первый закон логики. Иметь ни одно значение – значит не иметь ни одного значения. То есть он наполнен любым смыслом. Прямая наполнена любым смыслом. Это нарушение первого закона логики. То, что нарушает первый закон логики, то не является научным продуктом. Ну, любой из законов логики, да. Это вот не научный продукт, это бред. И вот этот вот человек системно бредит. Вот мы останавливаем через несколько секунд, чтобы он не болтал, да. Мы через несколько секунд его останавливаем. Это ужас. Жулик, бредолог. Он должен быть полностью отстранен от системы образования. Он должен быть запрещен, как мракобес шарлатан. Он должен получить статус шарлатана, общеизвестный. С полным изгнанием из всей образовательной системы. Мы постулируем отношения между ними. Ну, и вот первая, так сказать, первая постулата состоит в том, что через любые две точки проходит одна прямая. Одна и только одна прямая. Второй постулат заключается в том, что эту прямую, которую мы провели через какие-то две точки, можно неограниченно продолжать в обе стороны. То есть это вот такой постулат об актуальной бесконечности, что называется, да, что у прямой нет никаких краев. Постулат. Это не постулат, это выбор объекта. Вот врунишка. Врунишка. Постулат, что можно продолжать туда-сюда. Ну, что ты несешь? Ты не знаешь, с чем ты работаешь. Это выбор объекта. Вот млекопитающая с помощью мозга выбрала объект, с которым оно работает. Выбрала. Прямая, это не искривленная линия, да, не имеющая отклонения от прямолинейности. И дальше оно с ним работает. То есть оно помнит, с чем оно работает. Это не постулат, это выбор. Вот млекопитающая выбрала объект. Дальше оно может только забыть, что оно выбрало. Или не забыть. Вот если тупое млекопитающее, оно забудет, что оно выбрало прямой, не искривляющийся объект, неограниченный двух концов, и будет работать, если оно помнит. А если оно не помнит, если оно слабомыслящее забыло, оно уже тогда, да, тогда неопределяемое какое-то. Ой-ой-ой, вот это вредители. Это вредители, враги нашей цивилизации. Никаких краев, никаких границ. Дальше. Здесь уже надо, на самом деле, в этом месте, уже надо спросить себя, что имеется в виду под неограниченным продолжением. То есть я вот сейчас нарисую здесь интервал. Возьму внутри две точки, соединю их отрезком и начну прямую неограниченно продолжать, неограниченно близко, приближаясь к краю интервала. В этом есть, наверное, какой-то обман, да? На самом-то деле, мы все время находимся внутри определенной конечной зоны. Причем здесь край интервала? Мы не взяли отрезок, продолжающийся до края интервала. Мы взяли неограниченную по протяженности объект, прямую. Тут интервала никакого нет. Вы подменяете понятие. Подмена понятий. Но опять же, нарушение законотождества. Имеет не одно значение, да? У вас была неограниченность полная, да? Вы ее подменили на интервал. Чего? Журик? Это вот напесточник, вот, на рынке. Саватеев – это напесточник от математики. Зависит от того, как измерять расстояние. То есть, здесь, если, например, расстояние измеряется так, что при приближении к краям каждый миллиметр дается все более тяжело, например, там, миллиметр засчитывать за километр. То есть, то есть, вот он начинает, этот парадокс серепахи, быстрее, 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 медленнее, медленнее, медленнее. То есть, он уже пошел не в определение прямой, не в протяженность. То есть, он способ задания миллиметриков. Тебя никто не спрашивает про твои миллиметрики, как млекопитающее будет мерить миллиметрики. Будет ли оно вообще считать, или оно устанет, тогда прямая закончится. Это субъективный фактор. Не закончится прямая, если млекопитающее устало считать, если млекопитающее по-другому как-то начало считать. То есть, жулик, кому ты жулика дотрешь? Что-нибудь есть в описании этой лекции? Саватеев, цикл лекций о великих математиках. Да, Лобачевский, его наследие, основные постулаты геометрии. За километр, следующий миллиметр уже за тысячу километров, да? То есть, другая совершенно метрика, другой способ мерить расстояние. То вся длина интервала может быть тоже бесконечной. И тогда вот эта модель прямой линии ничем не хуже обычной нашей модели, где мы визуально... Так, ну вот еще опять бредятина. Тождественно или не хуже? По представлению больных млекопитающих. Наши модели, где мы визуально видим, как она уходит на бесконечность. Это я не просто так сказал, потому что когда мы будем вводить неэвклидовую геометрию, когда мы будем, собственно говоря, разбирать наследие Лобачевского научное. Врешь, это не научное Лобачевского наследие. Лобачевский-то жулик, шарлатан, которого считали балбесом, прям вот его современники математики, потому что он нарушает научный метод. Подмена терминов прямая и кривая. Вот человек подменил термины прямая и кривая. В результате подмены терминов он вышел из поля адекватной науки. Вот его деятельность перестала быть научным. Как вы только... Подмена терминов – это нарушение первого закона логики. Как Лобачевский нарушил первый закон логики, он перестал быть ученым. Вот его материалы перестали быть... Они не были никогда научными. Ну, перестали. Официально. Вот. Поэтому не надо Лобачевского ученым назвать. Это безграмотное чудо. Он не является ученым. Что он безграмотное чудо, как бы сдала вся наша цивилизация до смерти Сталина. После смерти Сталина, после 1953 года, бараны, поощряемые британской разведкой, наполучали премии различных грантов со стороны Британии и начали рекламировать эту всю ерунду лженаучную в рамках нашей страны. При Хрущеве это зашло. И это жульничество, вот оно, короткая нога. После смерти Сталина пошло куститься это жульничество у нас в стране. Калмогуров, товарищ, начал делать эту всю бредятину. Популяризовать. И вы расцвели жулики. До этого Лобачевский он нахрен никому не нужен был. Его считали дебилом. Все знали, что он дебил. А вы возвеличили дебила для того, чтобы играть на перстыске. Все. У нас будет именно такая ситуация. То есть, некоторый априори совершенно конечный кусок плоскости. Мы снабдим другим способом измерять расстояние между точками. Другим. То есть, вот этот вот жульник Саватеев сейчас рассказывает, какие жульнические, мошеннические действия можно предпринимать для того, чтобы прямая уже не была прямой, не была протяженной и так далее, так прочее. Идут они нафиг эти Саватеев жулик. Правым данным ни разу на Саватеев жульничество. Все. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...